Это специализированная машина с лестницей АЦЛ, которая выдвигается на высоту 32 метра. Эту технику используют для тушения пожара в высотных зданиях. С ее помощью можно одновременно подавать воду и спасать людей. Сейчас лестницу поднимают максимум на 15 метров, так как там находятся школьники. Их пригласили на акцию предупреждения об угарном газе и показали спецтехнику пожарных. Нас подняли так высоко, что мне стало страшно и немного закружилась голова. Но оказывается, эта лестница может поднять еще столько же. Теперь начинаю понимать, какая сложная и ответственная работа у пожарных. В ходе акции ученикам и гостям также объяснили правила соблюдения пожарной безопасности, рассказали, как не отравиться угарным газом. Ведь чаще всего несчастные случаи происходят по неосторожности и из-за незнания правил безопасности. С этим согласна ученица Назарбаев интеллектуальной школы Акайша Кадыр. Во-первых, люди сразу паникуют. Это очень даже нехорошо. Во-вторых, они не знают, как правильно выходить из помещения или какими выходами воспользоваться. Отметим, что в прошлом году в Южно-Казахстанской области произошло 15 случаев отравления угарным газом. От невидимого врага пострадали 7 человек, 8 погибли. С начала этого года зафиксированы 20 несчастных случаев. В результате ЧП – 13 пострадавших и 7 погибших. С учетом проведения агитационных профилактических работ, то есть у нас уменьшение пожаров идет. Основные причины пожаров – это неосторожное обращение с огнем, детская шалость, нарушение элементарного требования правил пожаробезопасности при использовании электробортовых и газовых приборов. Акция предупреждения о бугарном газе продлится до конца отопительного сезона.